Автомоляр Юрий Заварин трудится в кузовных мастерских уже 20 лет. Электрик по образованию, но с творческой душой. За все это время попробовал себя в разных профессиях, связанных с ремонтом машин, но остановился на автомолярном деле. Теперь может с уверенностью сказать, работать с автомобильными деталями очень непросто. Еще сложнее при ремонте автомобиля после ДТП правильно подобрать цвет новой детали к кузову и нанести лакокрасочное покрытие. Этот процесс требует большого терпения и внимания к мелочам. Нет одинаковых деталей. Они кажутся одинаковыми, но на самом деле везде каждый элемент требует свой подход. К определенному цвету нужно свои абразивы подбирать, пластику свои абразивы. То есть нужно подходить творчески достаточно. Юрий говорит, в этом сезоне дня жестянщика не случилось. Битых автомобилей каршеринга, которые обычно ставят антирекорды, стало в разы меньше по сравнению с прошлым годом. С появлением первого гололеда водители быстро приспособились к новому стилю вождения в условиях города. А если случается авария, то повреждения небольшие. В основном повреждения небольшие. Бампера, фары, крылья. Каких-то серьезных ДТП нет. Если сравнивать с прошлым годом, то динамика была побольше. Ремонтов кузовных и более тяжелых. Другое дело трассы. Автомобили, которые сейчас в ремонте, в большинстве случаев пострадали в результате ДТП за городом, где высокие скорости. При этом стоимость запчастей выросла на 15-20%. Повысили стоимость своих услуг и кузовные мастерские. Сейчас минимальный ремонт автомобиля после небольшого ДТП в городе будет начинаться от 20 тысяч рублей. Верхний предел – 400 тысяч. Из-за растущих цен автолюбители стали чаще обращаться в небольшие мастерские, открытые буквально в гараже. Местные мастера обещают клиентам ремонт авто за небольшие деньги. При этом не меняют детали, а чинят сломанные. Что снижает безопасность автомобиля. А риск получения травм при очередном столкновении возрастает. Никита Колосов, Максим Гусев, События. КОНЕЦ